здравствуйте это портал geekstarter.net меня зовут ярослав и сегодня мы говорим о той вещи которые вы совершенно не ожидаете увидеть на нашем канале мы говорим о чудесном замечательном вражеском устройстве от компании apple iphone что же у нас на сторонах устройства спросите вы все так же самое как и в любом другом айфоне сзади у нас 8-мегапиксельная камера микрофон вспышка xeon соответственно вот эта штука металлическая какая-то очень странная очень быстро лапается какие-то часть в принципе но также быстро и вытирается по правой грани у нас качель коррегировки громкости причем кнопки здесь тоже металлические это приятно и вот эта вот штука это переход в беззвучный режим при котором телефончик радостно вибрирует они скажу позже отдельно спереди 4 дюймовый дисплей очень приятный надо отметить что цветопередача наверно лучшая среди тех смартфонов которых я вообще в целом видел те смартфоны которые в руках держал ты даже у того же nexus 4 гораздо гораздо хуже дисплей чем таковой здесь то есть это очень приятный момент сверху у нас кнопка блокировки устройства снизу еще один динамик и соответственно микрофон разъем под наушники и lighting порт которыми тоже отдельно расскажу это тут еще гимору ребята вот а по правой грани у нас ничего кроме лотка под наносим карт итак что меня еще очень сильно удивило это то что несмотря на то что iphone 5 достаточно давно продается приложение до сих пор не все оптимизируют допустим достаточно популярное приложение киви кошелек до сих пор работает в формате 3 с половиной что просто выводит меня ужасное бешенство потому что я реально не понимаю почему настолько популярное приложение до сих пор не оптимизирует это же касается приват 24 по неизвестным причинам но тоже работает вот таким вот такому духе однако mcdonald's работает на 4 дюйма что очень странно что еще в смартфоне действительно удивляет для то что он очень быстрый то есть мы все знаем прекрасно что айфоны в целом общая у вас устройство это достаточно быстрое устройство которых нет никаких проблем со скоростью и что мне действительно порадовало что наконец-то вот этот момент с поиском он не лагает те кто достаточно давно пользуются айфонами в целом они знают что когда вы делаете этот свайп и переходите в поиск вот момент когда появляется клавиатура происходит где-то секундная задержка бывает даже с неплавной анимацией но в целом ни разу на моей памяти когда эксплуатировал айфон вот этих проблем не было что еще порадовало некоторые приложения когда перешли на формат 4 дюйма они стали выглядеть что ли интереснее допустим тот же календарь ну при первых больше места под него осталось это незаменная фишка когда вы соответственно переводите вот в такой режим она теперь стали что более информативно то есть при 4 дюйма стало видно больше второй момент вот это вот мне порадовало я не знаю почему но вот сегодня список день и месяц они прям чуть ли не вплотную это видимо издержки перевода если мы говорим о многозадачности то есть приложение большинство приложений которые есть сейчас они работают очень хорошо то есть тот же варноут любые другие приложения они работают прекрасно но насчет игр не стоит на самом деле расстраиваться теперь iphone 5 может держать достаточно много игр фоне допустим если мы сейчас запустим примеру minecraft в которых ты тоже не оптимизирован по непонятным для меня причинам действительно меня расстраивает почему так насколько популярная игра не работает на 4 дюйма тем более на пятом айфоне это на самом деле для меня был шок если он теперь работает все прекрасно мы его сворачиваем запускаем для триггер который почему-то не хочет переворачиваться ну и ладно мы сделаем вот так для триггер запускается для триггер господи шедуга мне накрыла утификейшем им прогресс но не суть у себя утификейшем into the dead еще давайте вот эти эта игрушка оптимизирована на пятерку киши долган в отличие от майнкрафта нажмем play об этой игрушке потом еще наверное в блоге кое-что скажу ну не важно пусть у себя бежит все прекрасно и вот когда я сейчас возвращаюсь в тот же майнкрафт мы продолжаем по сути с того же места то есть вот этот гигабайт оперативной памяти которым так хвалилась apple он действительно работает допустим и мы еще для триггеров придачу запустим и до сих пор все те приложения которые запускал ранее именно из игр они будут открываться с того же самого момента вне зависимости от того где вы собственно находились давайте обратно откроем майнкрафт ну вот с того же места все работает то есть вот наверное самый приятный момент во всем этом то что оперативки теперь действительно хватает причем я еще запускал в фоне волкин дед который тоже работал и sims по сути пять игр вот такого рода он спокойно держит в памяти это действительно удивительно тех кто достаточно долго пользуется android смартфонами могут спросить меня как какого же пользоваться айфоном после достаточно длительного использования андроида очень непривычно во первых что меня действительно раздражает в айфоне это то что большинство кнопок которые отвечают за пункт вернуться назад допустим я открываю какие-то эсэмэски то если мы говорим про android у нас всегда есть клавиши снизу которые возвращают нас назад на один уровень выше либо же кнопка домой в нашем случае внизу только кнопка домой который возвращает на главный экран а кнопки надо всегда сверху это меня чуть-чуть только расстраивает причем эта тенденция прослеживается и в андроиде в таких приложениях как например вконтакте но здесь как бы ситуация та же самая то есть все вот менюшки они почему-то сверху и это меня чуть-чуть печал какие еще пункты меня расстроили после айфона лучше после андроида эксплуатации в айфоне что мне действительно не порадовать телефонная книга дело в том что в телефоне книги во-первых синхронизация с гугловыми аккаунтами оказалась такая же простая почему я об этом говорю потому что если раньше вы добыл заходили допустим настройки переходили в почту адреса календари тут меня icloud exchange и вроде бы есть gmail но когда я добавил gmail контакты мы не подтянулись контактную книгу они были в gmail но в почте но не были почему-то в контактах поэтому мне пришлось синхронизировать все через экченж как почту таких почту я отключил календарик и контакты а при что он сервисом я пользуюсь естественно приложением gmail к сожалению меньше центре этом проблемы нанесут книги здесь есть просто список контактов есть так называемый пункт избранная избранная что ли мне не особо радует почему потому что когда мы пользуемся андроидом в моем случае у меня сейчас под рукой только nexus 7 но тут к счастью тоже есть контактная книга то здесь избранная выглядит скажем так более наглядным способом причем если бы это был android и там не было бы даже вот такой вот красивого пункта избранная то я бы смог что-то скачать с маркета то вот случае с айфоном скачать ничего не получится вам придется бойся вот такой вот телефонной книгой и это как бы без вариантов клавиши принципе вполне адекватный как и вот этот список контактов поиск по контактам тоже вполне адекватно работает то есть кого-то найти абсолютно не проблема все работает но избранная не порадовала не правило также что если допустим я не хочу пользоваться киосом я его убрать тоже соответственно не могу во всяком случае не понял как то есть эту штуку никуда деть нельзя удалить ее тоже нельзя и для меня это загадка вот что еще мне не понравилось в айфоне мне не понравилось в айфоне ну это скажем так ну и скорее мои предельки допустим тот факт что я если хочу допустим перенести этот значок вот в этот пункт я не могу значок допустим поставить снизу я знаю что это можно сделать желтбрейком но на iphone 5 желтбрейка нет во всяком случае на нет снять этого видео поэтому этот момент меня чуток расстроил если говорить целом о эксплуатации телефона он очень радует особенно радует его батарея то есть сейчас 89 процентов айфончик живет в среднем при моей модели эксплуатации около полутора дней то есть это действительно больше чем любой другой android смартфон который был у меня до этого если мы говорим о андроиде то андроид не доживал до вечера с трудом обычно то есть это где-то в районе 10 вечера он уже показывал 15 16 процентов к 11 так и совсем уже ругался если мы говорим о размере iphone значит айфон у нас на 16 гигабайт но доступны человеку 13 5 как обычно я вам скажу так что не в принципе вполне хватает места я не особо играю на телефонах я в основном использую для этого уже упомянутый nexus 7 игр достаточно немного но даже при таком забитом телефончике относительно доступно мне еще достаточно много памяти то есть в моем случае осталось 4 гигабайта этого после месяца используем телефончик используется на постоянке сейчас и вполне меня радует до этого я говорил вот об этой замечательной штуки перейти в беззвучный режим вот это считаю вообще чудесное решение потому что на андроиде мне приходилось в кармане в случае каком-то разблокировать смартфон то есть а потом нажимаете вот эту вот штуку до самого низа чтобы он заткнулся случае же с айфоном не даже не надо его разблокировать просто передернуть этот симпатичный переключатель и телефон соответственно уходит в спячку это очень меня порадовало но не порадовало другой момент видимо так звезды сложились что именно вот тот период когда айфон попал ко мне на использование чудесная функция который так пиарится apple не беспокоить у меня не работала то есть об этом многие в курсе особенно посещая люди которые посещают apple insider часто была целая новость по этому поводу пункт не беспокоит не включается не выключается по расписанию то есть уже два раза так было со мной когда я просто пропустил важные звонки хотя apple обещает что уже 7 8 числа то есть января 2012 года все исправится то есть сегодня на момент записи ну что ж ночью посмотрим работает эта штука или не а